Это получается начальный набросок Ташрабата. Это сейчас художник Нурлан Душебеков рисует Ташрабат, башню Бурана и прочие архитектурные памятники. А начиналось все с детских комиксов, которые тогда еще маленький мальчик рисовал для себя и друзей в кабинетах Института искусств. Его отец был художником и преподавателем в университете. Когда разглядел в сцене творческие способности, стал помогать развивать талант. Папа, получается, с детства меня учил понемногу рисовать. Он помогал мне рисовать в школе и почистить основную часть от него. Техника рисования похожа на акварельную технику или на любую другую технику. Гуашь, акварель, типа такого. И, в принципе, ничем не отличается от этого. Однако заниматься рисованием профессионально молодой человек не захотел. Поступил в университет на экономический факультет. Параллельно стал подрабатывать в кофейне Бористо. Там и проникся любовью кофе. Изучил направление латэ-арт, рисунки на кофейне пени, а позже на просторах интернета наткнулся на создание картин из кофе. Первый шагик, конечно, первый блинком, но первые рисунки не очень были. Я подбирал консистенцию, подбирал разные подходы к рисованию. Вначале я, получается, рисовал, брал с работы использованное эспрессо, которое не годится, и рисовал с помощью эспрессо. Но эспрессо получается однородное такое, и им рисовать неудобно. В том плане, что рисунки такие блеклые, ненасыщенные и неинтересные получались. А после я перешел именно на рассвоимое кофе, самое дешевое такое, и, в принципе, понял, что рассвоимым кофем намного удобнее рисовать на бумаге. Сегодня в его коллекции уже около десятка картин. Все подчеркивают национальный колорит. Девушки в кыргызских народных костюмах, всадники на лошадях и, конечно же, юрты и родные для художника пейзажа. На один такой рисунок уходит не меньше пяти часов беспрерывной работы и две ложки кофе. Мне нравится именно цвет кофе. В том плане, что именно вся структура кофе на бумаге, мне кажется, лучше смотрится. Я видел, в принципе, то, что в некоторых местах, в разных странах, то, что люди там добавляют такие для запаха, там, ванилин, чтобы картина пахла именно ванилином, либо чем-нибудь, там карамель добавляют, сиропы разные, чтобы вот запах передать. Я пока только чеснокофе, мне только это нравится. Сам Нурлан на своих картинках говорит, что это больше увлечение для души, нежели способ заработка. Хотя заказы периодически поступают. Сегодня молодой человек готовится к международному фестивалю в Казахстане. В Алматы он повезет уже имеющиеся работы и несколько новых, которыми займется в ближайшее время. Говоря о планах на будущее, рассказывает, что мечтает о персональной выставке своих картин в одной из зарубежных стран, чтобы и за пределами Кыргызстана люди могли увидеть не только его талант, но и пейзажи нашей страны, созданные с помощью кофе.